Друзья, всех приветствую в своем влоге. Я сегодня выезжаю на ярмарку в Старый город. Посмотрите, какая у нас чудесная погода. Солнечный, морозный день. У нас с утра было где-то минус 15, сейчас, наверное, минус 10. И, кстати, по прогнозу, это последний день, когда у нас такой мороз. Дальше в декабре, когда вы уже будете смотреть это видео, наверное, у нас уже не будет снега, не будет так морозно. Я прогнозом тут прикрепляю. Итак, мы с вами едем в Рождественский Стокгольм. Ну да, в Рождественский Стокгольм на самую старую ярмарку в городе, в Гамластан. Мы едем в Старый город, и оттуда я уже буду вещать. Почему я начала сейчас отсюда? Потому что, мне кажется, в Стокгольме, я сейчас часто выезжаю в Стокгольм, потому что в Стокгольме, возможно, не будет вот так красиво, так как в каждом регионе Стокгольма, в каждой части Стокгольма все по-разному ощущается. Я знаю, что у некоторых сегодня с утра была температура минус 23, у нас всего минус 15, хотя мы живем не так далеко. Вот, поэтому показываю вам вот эту вот красоту. И в Стокгольме уже будет немного другая атмосфера. Посмотрите, у нас тут скалы замерзли, лед, снег. В общем, забираю вас с собой, путь предстоит долгий, но у вас, как всегда, пройдет всего несколько секунд. Я очень замерзла, но буду вам показывать, потому что люблю такую погоду, и особенно люблю вот эту атмосферу перед Рождеством в такую погоду, поэтому едем на ярмарку скорее. Субтитры делал DimaTorzok Поезд сейчас ходит не так часто из-за вот такой погоды. Но я воспользовалась случаем и иду, сниму сейчас вам наш канал. Я, честно говоря, за 5 лет жизни здесь ни разу не видела вот такую погоду, что было настолько морозно, солнечно. И смотрите, я не знаю, как правильно это явление называется. Вот такая, как пар, такой дымка над водой. Как это правильно называется? Боже, как красиво! Это просто что-то невероятное! Ну вот сказка! Надо же! Какая природа творец! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Так, мы уже в Стокгольме. Как вы видите, мы в самом-самом центре, площадь Сергея Эльстори. И вот наша улица, по которой мы будем идти прямо к старому городу Гамластан. Но здесь, как вы видите, снега нет, и тут его никогда не бывает, потому что здесь улица с подогревом. Поэтому то, что я вам показала в начале видео, мне кажется, создало и настроило вас на Рождество и на рождественскую атмосферу, потому что в старом городе, скорее всего, тоже практически не будет снега. Но у нас морозно и холодно. Вот он, красивый снежный Стокгольм. Я сегодня снимаю этот влог в будний день. Сегодня среда, и я специально так выезжаю, чтобы было меньше людей на ярмарках. И тут уже, как вы видите, снег есть на дорогах. Но в самом старом городе, вот на ярмарке, я думаю, что там не будет. Хотя посмотрим, мы уже близко подходим с вами. Сейчас еще покажу, какие тут открываются шикарные виды. Я знаю, кто путешествовал и был в Стокгольме, то обязательно проходили это место. И вот вам, пожалуйста. Вау, как красиво! Но сегодня просто волшебство. Волшебство. Все фотографируют. Ну, мы тоже подойдем, я вам покажу ближе. И вот такой вид в другую сторону. Здесь ограждение. Потому что, ну, опасно сейчас ходить тут. И все идут по центру. Так, движемся дальше, к старому городу. А это один из самых узнаваемых ресторанчиков в старом городе летом. Здесь просто на улице стоят огромные пакеты с апельсинами. А сейчас вот они сделали так уютно. И летом тут пару столиков еще есть. Сейчас можно заглянуть на кофе или глек. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА вот мы уже в старом городе здесь сейчас очень красиво все огоньками сверкает блестит мы идем на ярмарку и пока мы с вами подойдем я уже чтобы там не рассказывала хочу сказать что ярмарка здесь старом городе она самая старая в стокгольме и это единственная ярмарка которая работает каждый день вот там почти до рождества потому что другие ярмарки я уже в предыдущих влогах вам об этом говорила другие ярмарки работают всего на выходные на какие-то одни выходные в какой-то из адвентов перед рождеством и вот ярмарка в скансоне работает в пятницу субботу и воскресенье то есть нет таких ярмарок которые бы работали постоянно и вот это единственная ярмарка в старом городе которая открыта каждый день и вот мы сегодня идем в будний день посмотрим кстати сколько здесь будет людей украшено все конечно очень красиво так уютно милая давно уже не было старом городе я сюда обычно не ну не прихожу это такое больше туристическое место хотя она мне нравится хотя очень такой тут уютный какой-то дух вот так мы не прошли поворот сейчас сейчас в любом случае обойдем если что и буду вам показывать уже дальше ярмарку ну вот она ярмарка старом городе вот как я вам и говорила сегодня будний день поэтому людей как вы видите не так уж и много как для ярмарки и сейчас как раз разгар сезона рождественского поэтому маловато людей но на это хорошо я смогу вам показать что продают на ярмарке и попробуем конечно же глёг потому что я уже хочу согреться с сегодняшней температурой и морозом хочется прям очень горячего глёга тут расскажу потому что возможно не поймете вот это в швеции напиток который любят все шведы обычно пьют яблочный мус такой сладковатый напиток яблочный а вот это мусс из морожки все время забываю из морожки и также из ежевики вот такие вот интересные рождественские напитки можно пробовать на ярмарках потому что они тут такие будут не массового производства из каких-то таких отдельных хотела сказать пивоваре ну из отдельно отдельного такого местного производства поэтому вот пробовать тут скорее всего будет хорошей идеей все остальное во время это 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 да ну это 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 Я в который раз даю шанс булочке Люси и Люси Катт Шанс, это шифрановая булочка, вот такая в виде бесконечности, но не могу понять ее вкус, съела, но без удовольствия Вот здесь, смотрите, продают сырный пирог из региона Смоланд Не знаю, конечно, как он на вкус, но выглядит привлекательно И разная продукция, копченая рыба часто продается Здесь варенье из черники, такого собственного производства, думаю, будет вкусно И селедка, селедка, куда же без нее, в разных таких маринадах Смотрим, какие пироги Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот этот рак, это же традиция в августе в Швеции кушать раков, вот даже есть такой рак. А вот этот маяк называется Ленгеян, это на Острове Оланд находится этот маяк. Как мы были в одном из видео, у меня есть как раз сюжет о том, как мы поднимались на этот маяк. И вот они еще есть разные. Ну, красивая, красивая продукция. Кто интересуется? Доларинские лошадки. Я обычно зависаю возле вот таких вот окошек, где елочные игрушки, красивые украшения. Сейчас немного посмотрим тут, но это тоже было в прошлом году, и пойдем дальше. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я зашла немного погреться. Ребята, на этом потрясающем виде мы с вами перенесемся еще в один сувенирный магазин. Он находится тут рядом, и я хочу вам показать, где продают очень красивые игрушки елочные, которые вы тоже можете купить, будучи здесь, на ярмарке в самом центре города. Вот вам как ориентир ярмарка в Старом Городе. И просто мы удаляемся от Старого Города по вот этой прекрасной улице. И в конце улицы будет магазин, о котором я вам рассказываю, и к которому мы сейчас идем. Посмотрите, как уютно в окнах. Здорово. Видите, сколько снега оказывается в Старом Городе. Красота. Вот он магазинчик. Адрес показываю специально, чтобы вы его нашли в Старом Городе. И мы с вами заходим сюда наслаждаться произведениями искусства. Старом Городе. Старом Городе. Старом Городе. Старом Городе. Старом Городе. Субтитры делал DimaTorzok Ну что, вот и подошел к концу мой рождественский выпуск. Я надеюсь, вам было интересно. Как по мне, из всех ярмарок, которые я посетила в Стокгольме в этом сезоне, мне больше всего пришлась по душе ярмарка в Скансене. Там просто какая-то волшебная была обстановка. Ярмарка в старом городе, которую мы сейчас с вами посмотрели, ну, немного слабее, но здесь, наверное, нужно посетить ее хотя бы один раз, чтобы прочувствовать вот этот дух Стокгольма. Снежок начал идти, представляете, да, мелкий снег идет. Вот, увидимся с вами в следующем моем выпуске. Я поздравляю всех с наступающим Рождеством, с Новым годом. Желаю счастья, здоровья вашим семьям, мира скорейшего нам всем, благополучия. И давайте будем добрее друг к другу и как-то заботиться о нас, о людях и о нашей планете. Всего хорошего и до встречи в новом влоге. Па-па! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова